Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Вячеслав Слободской, я инженер компании Ematica, занимаюсь продукцией EASTA. Мы сегодня с вами поговорим о мобильном клиенте Lincos. Ну, соответственно, если вы меня хорошо слышите, пожалуйста, поставьте плюсики, если есть какие-то проблемы со звуком, напишите, пожалуйста, о них. Продолжение следует... Сейчас еще пару минут подождем, может быть, к нам кто-то еще присоединится, и тогда начнем. Спасибо. 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 Ну что ж... Спасибо. Ну что ж... Собственно, давайте начинать. Коллеги, если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их в процессе, но я лично смогу на них ответить лишь в конце своего рассказа, в процессе постараются ответить мои коллеги, соответственно, если какие-то вопросы еще останутся к концу неотвеченными, то на них отвечу я, по крайней мере, постараюсь. Сейчас давайте приступим. Итак, мобильный клиент LinkedIn. В данном рассказе, в данной презентации я вас познакомлю с приложением, расскажу о его особенностях, расскажу, как оно настраивается, покажу, что оно из себя представляет на вашем, будет представлять на вашем мобильном устройстве. Давайте приступим. Итак, Lingus. Lingus – это софтфон, то бишь мобильный клиент, который ставится на андроидные и iOS-системы. Он работает с серией и позволяет вам выполнять вызовы с вашего мобильного устройства, используя ваши сети Wi-Fi или, соответственно, мобильный интернет. Он позволяет вам работать с голосовой почтой, записями разговоров, использовать стандартные функции IP-телефонии с вашего мобильного телефона. И использовать один и тот же номер для, соответственно, вашего станционального и мобильного устройства. Давайте рассмотрим особенности. На самом деле, достаточно удобно сделали я старую настройку приложения. Вы можете настроить это приложение с помощью отправки QR-кода, который вы считываете на вашем мобильном устройстве. И, собственно, помимо этого, для настройки вам больше ничего не понадобится. Lingus ставится, как я сказал, на Android и iOS. Далее мы рассматриваем системные требования для данных устройств. И, в принципе, приложение не слишком много весят. Что на самом деле достаточно актуально. Лично у меня периодически возникает на моем мобильном устройстве такая проблема, что приходится удалять какие-то старые приложения для того, чтобы установить какие-то новые. В этом плане приложение занимает не очень много места, что удобно. Далее давайте поговорим о системных требованиях. Для Android это будет Android версии 4.4 или более поздняя версия. Соответственно, для iOS это будет iOS 8. Естественно, для того, чтобы пользоваться приложением, вам необходим доступ к интернету через 2G, 3G, 4G или Wi-Fi. Поскольку Lingus работает с IP-ATS и ASTAR серии S, вам на станции нужна версия VOO не более ранее, чем указанная здесь. Естественно, протокол SIP, кодек ILVC используется приложением. И вам необходима поддержка сетевых протоколов в вашей сети для прохождения трафика. На счет сетевых протоколов давайте рассмотрим схему подключения устройства. На данный момент мы рекомендуем либо использовать включение по VPN к вашей сети с вашего мобильного устройства, либо использовать ваше мобильное устройство в локальной сети для защиты вашей IP-ATS, для того, чтобы к ней не было доступа. В дальнейшем ASTAR обещает поработать над поддержкой TLS в Lingus, но на текущий момент мы точную дату, когда они это сделают, назвать, к сожалению, не можем. Далее. Давайте перейдем к настройке непосредственно нашей станции для того, чтобы подключить к ней Lingus. Естественно, для начала нам нужно на станцию зайти. Здесь указаны стандартные данные для входа. Мы их используем и заходим на нашу IP-ATS. В IP-ATS мы находим центр приложений. Он у нас находится в меню, которое находится слева сверху. Почему-то далеко не все пользователи знают об этом меню. О нем необходимо помнить. Там у нас находятся, в принципе, все настройки станции. Зайдя в центр приложений, мы найдем Lingus. Необходимо искать неустановленные приложения на станции во вкладке «Все центры приложений». Соответственно, найдя Lingus, мы нажимаем «Установить». Утверждаем, что да, мы хотим его установить. Станция нам в этот момент выдает предупреждение о том, что не будет использоваться с Lingus функция C4. То есть, мы не сможем на номер, кроме Lingus и одного станционального телефона, зарегистрировать еще какое-либо устройство. Собственно, дожидаемся установки нашего приложения со стороны станции. После этого обновляем страницу, и приложение у нас появляется в нашем меню, которое находится в левом верхнем углу экрана. Вы можете вынести приложение, настройки приложения на рабочий стол в IP-ATS, нажав правой клавишей на него, если вам это необходимо. Ну, а для того, чтобы в дальнейшем пользоваться приложением, мы жмем на его иконку, ставим галочку в чекбоксе «Включить». Подтверждаем, что да, мы действительно это хотим. Далее, выбираем абонента, который нам необходим, который будет использовать в дальнейшем данное приложение. Включаем для него поддержку. И, естественно, применяем настройки. Коллеги, об этом обязательно нужно не забывать. Нажимаем на кнопочку в верхнем правом углу экрана. Далее. Рассмотрим как раз то, о чем я говорил. Простейшая настройка Линкеса. Для нее мы можем использовать QR-код. Для того, чтобы сформировать этот QR-код, нам необходимо задать на стороне АТС данные, которые будут переданы в дальнейшем мобильному устройству. Эти данные мы, соответственно, задаем в начальном настройках порта. Здесь мы задаем IP-адреса, либо доменные имена, в котором у нас мобильный устройство сможет обратиться к нашей станции. И сохраняем данные настройки. Далее, для настроек шаблона, мы нажимаем на правую клавишу. И, собственно, формируем сам шаблон сообщения. Смотрите, для того, чтобы использовать QR-код, у нас письмо с QR-кодом будет направлено на email, на электронную почту абонента, на, соответственно, внутренний номер которого мы хотим настроить данное приложение. В данном поле мы формируем этот самый шаблон, используя, соответственно, так называемые переменные шаблоны. То есть мы вставляем вот эти самые переменные для того, чтобы у нас появился QR-код или ссылка, или номер абонента. Собственно, вы сможете сформировать данное письмо, так как вам необходимо, с вашей точки зрения будет правильно и красиво выглядеть. Сформировав письмо, мы, естественно, сохраняем. Далее мы выбираем абонента и нажимаем на правую сообщение. Ждем, когда станция нам выдаст оповещение, что сообщение отправлено. И в дальнейшем проверяем электронную почту этого абонента, на которую была произведена отправка сообщения. Получаем, собственно, сам QR-код и ссылку. QR-код мы сможем воспользоваться из приложения, я чуть позже объясню, как это сделать. Ссылку мы можем использовать в браузере мобильного устройства. После ее использования и захода в приложение, приложение нам предложит, соответственно, нам предложат использовать те настройки, которые были отправлены. То есть сразу авторизоваться без ввода каких-либо данных. Далее, собственно, перейдем к самому приложению на нашем мобильном устройстве. Приложение у нас доступно бесплатно для скачивания в App Store или Google Play. Мы его там можем найти, установить. Как я сказал, не очень много. Устанавливаем приложение наше мобильное устройство и запускаем. Как я уже говорил, я сейчас объясню, как пользоваться, соответственно, считыванием QR-кода. У нас в верхней правой части приложения есть иконка QR-кода. Мы на нее нажимаем, наводим камеру на QR-код. Собственно, устройство считывает информацию и в дальнейшем мы получаем уже настроенный клиент. В принципе, если вы не будете использовать настройку вручную, будете использовать только QR-код, то следующие несколько слайдов, собственно, можно даже пропустить при желании. Я в них расскажу о том, как вручную настроить для подключения к станции данное приложение. Далее. Ну, соответственно, если мы настраиваем вручную... Какой один момент? Если мы настраиваем вручную, нам необходимо вручную ввести эти самые серверные настройки, то есть указать, опять же, адрес и доменное имя, и порты для обращения приложения к станции. Мы это делаем, соответственно, дальше нажимаем на авторизацию, авторизуемся и заходим в приложение, уже в сам интерфейс приложения. Соответственно, если мы использовали QR-код или ссылку, мы без каких-либо дополнительных настроек сразу оказываемся здесь. Интерфейс приложения у нас состоит из нескольких разделов. Изначально посмотрим на раздел номера. В разделе номера у нас перечислены внутренние абоненты станции, и отображается индикация для каждого абонента. То есть мы видим, доступен он сейчас для звонка или нет, подключен ли его телефон вообще к станции либо приложения. Мы можем отсюда осуществить ему звонок, добавить в избранный, если у нас абонентов много, и мы с кем-то часто общаемся, например. Далее. Раздел контакты. Выглядит он внешне очень похоже на раздел номера, но разница в том, что здесь у нас отображаются контакты из нашего, соответственно, мобильного телефона. То есть из вашей адресной книги подтягиваются сюда номера абонентов, и их имена. И вы можете из Линкоса осуществлять звонок, либо нажать на программу отправки смс, и перейдете по телефону в раздел отправки смс прямо из этого приложения. Далее. Раздел клавиатура. Собственно, представляет собой стандартный номерный набиратель. Помимо этого, в этом же разделе у нас есть история звонков. Отсюда мы можем отслеживать, кому звонили, кто звонил нам. Собственно, здесь все достаточно стандартно. Далее. Раздел Mi. Собственно, в разделе Mi у нас находятся основные настройки данного приложения. Также обратите внимание, на первом скриншоте вы видите отображение пропущенного вызова. В данном случае у нас вызов ушел на голосовую почту. Соответственно, в разделе клавиатура у нас появился вызов в истории звонков пропущенной, и на голосовую почту мы видим, что нам пришло сообщение. Сразу хотелось бы сказать, что наши записи и сообщения голосовой почты, они у нас сохраняются на нашей IP-ATS изначально. Соответственно, для того, чтобы их прослушать, нам необходимо их скачать в этом приложении, нажав на значок, который у нас на третьем скриншоте обведен красным. Только после этого мы сможем их здесь прослушать. Перейдем к обзору настроек. Настройки у нас состоят также из нескольких подразделов. Первый подраздел у нас — настройка вызовов. Здесь мы можем указать, каким образом у нас должно вызоваться приложение на станционарный телефон. Здесь мы можем указать, каким образом он должен переадресовываться, вызов, если мы на него не ответили, или нам необходимо по какой-либо причине установить переадресацию для данного абонента, для данного приложения. И, соответственно, указать время, через которое эта переадресация пойдет, сработает, или включить режим D&D. Раздел аудио настройки регулирует у нас эхо подавление, громкость звонка позволяет отключать клавиатуру, ну, собственно, регулирует все аудио настройки. Раздел дополнительной настройки нужен для отправки лога производителю, это можно сделать из подраздела лог. Или для очистки кэш-приложения, это можно изнутри приложения сделать в данном случае. Далее, собственно, из данного раздела MIMP можно также из настроек поменять пароль для доступа, для авторизации в данном приложении, для того, чтобы мы смогли войти в это приложение под внутренним абонентом станции. И отображается текущая версия приложения программы Linux. Здесь вы видите, собственно, интерфейс приложения во время звонка, то есть, когда на ваше приложение поступает вызов, вы увидите, как на первом скриншоте вы можете его отклонить или принять, вы увидите номер абонента, который вам звонит, имя, если оно задано на станции. Или сохранено в ваших контактах. Далее, если вы приняли звонок, соответственно, вы можете отключить микрофон, если это вам необходимо, то набрать какой-либо номер, приключить на громкую связь, перевести звонок, воспользоваться контактами, удержанием. Собственно, все стандартные функции эпителефонии здесь доступны. Также отсюда, из интерфейса приложения, доступна запись по нажатию соответствующую иконку. Эти записи у вас будут отображаться в разделе «Запись», которую мы рассмотрели ранее. Они, как я уже сказал, сохраняются на памяти телефонной станции. Вы их можете загрузить в приложение и прослушать, если вам это необходимо. Собственно, на этом с обзором приложения я, наверное... Продолжение следует...